Разрушение работы демократических организаций Может быть уже, поскольку это основные меры, главнейшие вот эти пять мер рассматриваются на первом занятии, не лишний будет их все-таки напомнить. О каких шла речь в мерах, это первая мера, это объединение всех банков в один и государственный контроль над ними, или национализация еще лучше банков, это первая мера. Вторая мера, это национализация синдикатов, то есть крупнейших монополий национализации, то есть национализации основных видов промышленности. Третья мера, это отмена коммерческой тайны. Четвертая, синдицирование в союзы промышленников, торговцев и хозяев вообще, то есть укропнение промышленности. И пятое, это объединение населения в потребительное общество, или поощрение такого объединения. Вот пять мер, которые могли бы справиться с той ситуацией, которая складывалась в 2017 году. И мне кажется, что сейчас тоже очень непростая ситуация, вот я не знаю, на предыдущих занятиях вы это рассматривали, потому что она тоже очень близка к катастрофе. Вы посмотрите, что творится с нашей промышленностью, ведь остается, разрушаются многие предприятия, остается только как бы работающими прибыльно и очень здорово только сырьевые отрасли промышленности. То, что где добывается сырье, это прежде всего нефть, газ и другое сырье, и гонится ребятам за границу. Очень продолжают развиваться необходимые, приносящие прибыль и, в общем-то, приносящие вред экологии, такие как вредное производство, это сталилитейное, там медиплавильное, там алюминиевая промышленность и так далее. То есть, все, что выгодно империализму, остальное губится у нас на корню и, в общем-то, год от года вы, наверное, замечаете, что трудящимся легче жить не становится. Ну и вот эта глава, которая названа «Разрушение работы демократических организаций правительством», она, собственно, перекликается с нынешней обстановкой. И вот на что в этой главе, что было бы нам полезно сейчас иметь в виду, о чем говорил Владимир Ильич Ленин, и что было бы полезно сейчас для оценки нынешней ситуации. И он говорит, что мы видели повсюду непримиримость противоречия между демократией, с одной стороны, и правительством, а также поддерживающим его блоком эсеров и меньшевиков, с другой. Чтобы доказать, что эти противоречия существуют в действительности, а не только в нашем изложении, и что непримиримость их доказывается фактически конфликтами, имеющими общенародное значение, достаточно напомнить два особенно типичных итога, он говорит. Ну и он здесь рассматривает итоги царствования правительства Пальчинского, то есть первого правительства, которое возникло после буржуазно-демократической революции. И далее он рассматривает после того, когда, после этого царствования, как он называет, правительство Пальчинского, значит, и после этого правительства Керенского, или Керенского, как правильно. Так вот, он здесь говорит, что в сущности описаны выше меры борьбы с катастрофой и голодом. То есть те пять мер, которые я снова озвучил, которые в начале работы его были, сводятся к всестороннему поощрению вплоть до принуждения обсоюзования населения и в первую голову демократии, то есть большинства населения. Значит, прежде всего, угнетенных классов рабочих и крестьян особенно, и особенно беднейших. И на этот путь стихийно стало становиться население само для борьбы с неслыханными трудностями, тяготами и бедствиями в государстве. И вот он указывает, что самое замечательное во всей полугодовой истории, то есть уже прошло к моменту написания этой работы, уже полгода прошло, Во всей полугодовой истории нашей революции, по рассматриваемому вопросу состоит в том, что правительство, называющее себя республиканским и революционным, правительство, поддерживаемое меньшевиками и эсерами от имени полномочных органов революционной демократии, это правительство боролось против демократических организаций и побороло их. И вот он здесь довольно подробно анализирует деятельность этого правительства, как оно боролось с демократическими организациями. Я думаю, что не стоит нам особенно останавливаться, а пометить, что новое правительство после Пальчинского, возглавляемое Керенскими компанией, лишь ширма защиты интересов капиталистов. То есть со сменой правительства, после падения правительства Пальчинского, ничего не изменилось в отношении трудящихся. Он говорит, что ибо правительство Керенского в угоду капиталистам, помещикам и кулакам повысило твердые цены на хлеб. И вот он здесь говорит, что в связи с повышением этого мер на хлеб, что вроде как правительство обещало этого не делать, и советы были против. Но тем не менее, все-таки это было сделано в угоду капиталистам, и министр пешеходов, который возглавлял этот вопрос, вынужден был подать в отставку. И здесь я тоже думаю, что нам не стоит довольно останавливаться на том, как это происходило исторически. А вот отметить в этой главе следующие факты, которые полезны нам сегодня. Ленин говорит, что капиталисты имеют свои ходы и держат фактически власть в своих руках. Керенский – подставная фигура, которую они пускают в ход так и тогда, как и когда им требуется. Интересы десятков миллионов рабочих и крестьян оказываются принесенными в жертву прибылям горстки богачей. То есть правительство Керенского, как и предыдущее правительство, все делает на пользу капиталистов. И их поддерживают эсеры и меньшевики. Об этом тоже он упоминает. Дальше. Правительство нарушает закон, принимая в угоду богачам, помещикам и капиталистам такую меру, которая губит все дело контроля, продовольствия и оздоровления расшатанных да нельзя финансов. А эсеры и меньшевики продолжают говорить о соглашении с торгово-промышленными кругами, продолжают ходить на совещания с Терещенкой, щадить Керенского и ограничиваются бумажной резолюцией протеста, который правительство приспокойно кладет под сукно. Но вот где с особенной наглядностью обнаруживается та истина, что эсеры и меньшевики изменили народу и революции, и что действительным вождем масс даже эсеровских и меньшевистских становятся большевики. Именно завоевание власти пролетариатом с партией большевиков во главе одно в состоянии было бы положить конец творимым Керенским и компаниям безобразием и восстановить ту работу демократических организаций, продовольствия, снабжения и т.д., которые Керенские и его правительства срывают. Большевики выступают на приведенном примере, это видно с полнейшей ясностью, как представители интересов всего народа, интересов обеспечения дела продовольствия и снабжения, интересов удовлетворения насущнейших нужд рабочих и крестьян, вопреки той колеблющейся, нерешительной, поистине изменнической политике эсеров и меньшевиков, которая довела страну до позора, подобного этому повышению цен на хлеб. Вот на чем я хотел бы остановиться по поводу этой главы, разрушения работы демократической организации. Следующая глава называется «Финансовый крах и меры против него». То есть одно из направлений грозящей катастрофы, это финансовый крах. И Ленин решил его отдельно рассмотреть. Ну и тоже я хочу некоторые только сделать отсюда выборки, которые для настоящего времени представляют интерес. Хотя, конечно, тут побольше выборок. Ну вот начинает он эту главу с тем, что вопрос о повышении твердых цен на хлеб имеет также другую сторону. Это повышение означает новое хаотическое увеличение выпуска бумажных денег. Новый шаг вперед процесса усиления дороговизны, усиления финансового расстройства и приближения финансового краха. Видимо, он почему-то избегает здесь вот такого термина, как инфляция. Видимо, в то время оно еще не существовало, может быть. А фактически вот это то, что регулярное повышение в настоящее время тоже регулярное повышение цен не только на хлеб, а на другие товары первой необходимости, оно связано целиком и полностью с инфляцией. И на фоне этого, конечно же, идет глобальное обогащение наших капиталистов. Глобальное обогащение. Ну и вот что дальше, значит, на чем бы я хотел остановиться в этой главе. Вот он, сделав такое как бы в начале заявление, что приближение финансового краха, он далее говорит, что для серьезной борьбы с финансовым расстройством и неизбежным финансовым крахом нет иного пути, кроме того революционного разрыва с интересом и капитала, и организации контроля действительно демократического, то есть снизу контроля рабочих и беднейших крестьян за капиталистами, того пути, о котором говорит все наше предыдущее изложение. Необъятный выпуск бумажных денег поощряет спекуляцию, позволяет капиталистам наживать на ней миллионы и создает громадные трудности столь необходимому расширению производства, ибо дороговизна материалов, машин и прочих усиливается и идет вперед скачками. Очень похоже на наше время, потому что, значит, то, что вот эта инфляция, которая существует, во-первых, позволяет наживать миллионы нынешним капиталистам и создает громадные трудности расширению производства. Фактически расширения производства у нас никакого нет, никакого нет расширения. Единственное, что где добыча там нефти и газа как-то временами, в зависимости от ситуации, увеличивается, а все остальное, вся промышленность у нас, особенно машиностроение, то, что необходимо, она в загубленном состоянии находится. Далее, это вот я как бы комментирую то, что сказано Лениным в 2017 году. Далее он говорит, можно ввести подоходный налог с прогрессирующими и очень высокими ставками для крупных и крупнейших доходов. А сейчас такой вопрос тоже стоит, между прочим. Наше правительство вслед за другими империалистическими правительствами ввело его, но он остается в значительной степени фикцией, мертвой буквой. А нынешнее правительство даже не пытается ввести, несмотря на ряд предложений, чтобы ввести прогрессивный налог. То есть, хотя и ввело, но остается мертвой буквой. Ибо, во-первых, ценность денег все быстрее и быстрее падает, а во-вторых, утайка доходов тем сильнее, чем больше источником их является спекуляция, и чем надежнее охранена коммерческая тайна. Чтобы сделать налог действительным, а не фиктивным, нужен действительный, не остающийся на бумаге контроль. А контроль за капиталистами невозможен, если он остается бюрократическим. Ибо бюрократия тысячами нитей сама связана и переплетена с буржуазией. То есть, только контроль снизу возможен установить контроль на спекуляции, которая сейчас процветает, будь здоров, как. И он говорит, что реакционно-бюрократический контроль – вот единственное средство, которое знают империалистические государства. Между тем, именно революционно-демократические меры, объединяя в союзы как раз угнетенные классы рабочих и крестьян, как раз массы, давали бы возможность установления самого действительного контроля за богатыми и самой успешной борьбой с утайкой доходов. Но помехой тут является именно боязнь нарушить привилегии буржуазии, разорвать коалицию с ней. Ибо без мер истинно-революционных, без серьезнейшего принуждения, капиталисты никакому контролю не подчинятся, своих бюджетов не откроют, запасы бумажек не сдадут под отчет демократического государства. Для этого нужна революционная диктатура демократии, возглавляемая революционным пролетариатом. То есть, для этого демократия должна стать революционной на деле. Вот так оценивал ситуацию Владимир Ильич Ленин в 2017 году. Я думаю, что она остается и сейчас такой же. И еще одна сторона этого дела, относящаяся к финансовому краху и мерах против него, это уже в конце этой главы. Вот он интересную мысль здесь такую высказывает. Когда инженер или банкир публикует доходы и расходы рабочего, данные о его заработках и производительности его труда, это считается архизаконным и справедливым. Никто не думает усматривать в этом посягательство на частную жизнь рабочего. Труд и заработок наемных рабочих буржуазное общество рассматривает своей открытой книгой, куда всякий буржуа вправе всегда заглянуть, всегда разоблачить роскошь рабочего, роскошь он берет в кавычках, конечно, такую-то, будто бы лень его и тому подобное. Ну а обратный контроль, если бы союзы служащих, конторщиков, прислуги были приглашены демократическим государством к проверке доходов и расходов капиталистов, к публикации данных об этом, к содействию правительству в деле борьбы с утайкой доходов, какой бы дикий вой подняла буржуазия против сыска, против доносов? Когда господа контролируют прислугу, капиталисты рабочих это считается в порядке вещей. Частная жизнь трудящегося и эксплуатируемого не считается неприкосновенной. Буржуазия вправе потребовать к отчету каждого наемного раба, всегда вынести на публику его доходы и расходы, а попытку угнетенных контролировать угнетателя, его расходы и доходы вывести на чистую воду, его роскошь раскрыть хотя бы даже во время войны, когда эта роскошь вызывает прямой голод и гибель армии на фронте, о нет, буржуазия сыска и доносов не допустит. Вопрос свой все к тому же. Господство буржуазии с истинно революционным, истинно демократизмом непримиримо. В 20 веке в капиталистической стране нельзя быть революционным демократом, если бояться идти к социализму. Вот так он завершает эту главу. Поскольку он предыдущую главу закончил мыслью, что нельзя быть революционным демократом, если бояться идти к социализму, значит и начинает он, называя следующую главу, можно ли идти вперед, боясь идти к социализму. Потому что вопрос-то как раз уже в сентябре стоял, а что же дальше-то? Дело-то к краху идет, и может быть действительно надо идти? И вот он начинает эту главу с такой мыслью. Предшествующее изложение легко может у читателя, воспитанного, находящих, оппортунистических идеев эсеров и меньшевиков, вызвать такое возражение. Большинство описываемых здесь мер, в сущности, не демократические, а уже социалистические меры. По этому поводу, значит, что? Он говорит, можно рассуждать, он приводит пример, что когда созрели великие буржуазные революционеры, тоже сделали революцию во Франции 125 лет назад посредством введения новых мер и так далее. Но по поводу нынешних этих эсеров и меньшевиков, которые, вернее, не нынешних, а тех, которые в 17-м году были, он говорит следующее, что услужающие буржуазии, горе-марксисты, которым перешли эсеры, и которые рассуждают так, не понимают, что такое капиталистические монополии, что такое государство, что такое революционная демократия. Ибо, поняв этого, нельзя не признать, что нельзя идти вперед, не идя к социализму. Об империализме говорят все, но империализм есть не что иное, как монополистический капитализм. Это организация господствующего класса. И он тут, значит, в подтверждение приводит, значит, данные по монополиям, тут продуголь, продамет, потом, значит, переходит к Германии, тоже приводит пример Германии. Мы тоже не будем на этом останавливаться. Но вот в чем тут как бы фишка, почему империализм, и когда говорят идти нужно к социализму, то почему именно должны мы вести речь о монополистическом капитализме. Так вот он говорит, если крупнейшее капиталистическое предприятие становится монополией, значит, оно обслуживает весь народ. Если оно стало государственной монополией, даже в юнкерской Германии, например, как он тут выше рассматривает, значит, государство, то есть вооруженная организация населения рабочих крестьян в первую голову, при условии революционного демократизма, государство направляет все предприятие, в чьих интересах? Либо в интересах помещиков и капиталистов, тогда мы получаем не революционно-демократическое, а реакционно-бюрократическое государство, империалистическую республику, либо в интересах революционной демократии, а это и есть шаг к социализму. То есть когда монополия становится государственной, то есть либо интересы, то есть результаты направляются на пользу буржуазно-демократическому буржуазии, в общем, в интересах помещиков и капиталистов, это тогда реакционно-бюрократическое, а если в интересах всего народа, то это и есть шаг к социализму. Вот так он это оценивает. И говорит, что социализм есть не что иное, как ближайший шаг вперед от государственно-капиталистической монополии. То есть от государственно-монополистической монополии можно идти только к социализму. И говорит, что социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа, и постольку переставшая быть капиталистической монополией. То есть если ее обратить, эту государственно-капиталистическую монополию на пользу всего народа, она перестает быть капиталистической монополией. Середины тут нет. Объективный ход развития таков, что от монополий вперед идти нельзя, не идя к социализму. Либо быть революционным демократом на деле, тогда нельзя бояться шагов к социализму. Либо бояться шагов к социализму, осуждать их по-плехановски, по-дановски, по-черновски доводами, что наша революция буржуазная, что нельзя вводить социализма и так далее и тому подобное. То есть он говорит, что тут не может быть середины, либо идти вперед, либо продолжать оставаться в плену буржуазного государства. Далее он говорит, что диалектика истории именно такова, что война необычайно ускорила превращение монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм, тем самым необычайно приблизила человечество к социализму. То есть превращение монополий в государственно-монополий, капиталистические монополии, это очередной шаг к социализму. Империалистическая война есть канун социалистической революции. И это не только потому, что война своими ужасами порождает пролетарское восстание. Никакое восстание не создаст социализма, если он не созрел экономически. А потому, что государственно-монополистический капитализм есть полнейшая материальная подготовка социализма, есть преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет. И вот, в принципе, он, этот вопрос, значит, можно ли идти вперед, заканчивает и делает, как бы, выводы делает некоторые. Вот некоторые выводы я ищу в этой же главе. Я хочу вам тоже здесь озвучить. Он говорит, что социализм теперь смотрит на нас через все окна современного капитализма. Социализм вырисовывается непосредственно, практически, из каждой крупной меры, составляющей шаг вперед на базе этого новейшего капитализма. Что такое всеобщая трудовая повинность? Это шаг вперед на базе новейшего монополистического капитализма, шаг к регулированию экономической жизни в целом, по известному общему плану, шаг к сбережению народного труда, предотвращению бессмысленной растраты его капитализмом. Но возьмите то же самое учреждение и продумайте значение его при революционно-демократическом государстве. Всеобщая трудовая повинность, вводимая, регулируемая, направляемая советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, это еще не социализм. Но это уже не капитализм. Это громадный шаг к социализму. Такой шаг, что при условии сохранения полной демократии, от такого шага нельзя уже было бы без неслыханных насилий над массами уйти назад к капитализму. Вот так заканчивается и эта глава «Можно ли идти вперед, боясь идти к социализму». Продолжение следует...